Кашгар. Фотолетопись большой игры. Вы ее можете увидеть у нас здесь, на ваших экранах. Сегодня мы говорим об уникальной фотоколлекции из собрания Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии Наук, составленной известными русскими дипломатами и востоковедами, и о работе над книгой авторов, которых я вам с большим удовольствием представляю. Прежде всего, это директор Петербургского музея исламской культуры, руководитель Международного центра исламских исследований Музея антропологии и этнографии Петра Великого, Ефим Анатольевич Резван. Ефим Анатольевич, как всегда, рады видеть вас в нашем пресс-центре. И как всегда, я не сомневаюсь в том, что информации будет много и новостной в том числе. Иншалла. И позвольте также с большим удовольствием представить вам еще одного участника нашей встречи, который работает с нами дистанционно, действительный член Королевского общества по изучению Востока, Глазго и Великобритания, Михаила Басханова. Михаил Казмикович, здравствуйте. Вы очень далеко, но я не сомневаюсь, что мы очень близко и совсем рядом находимся с вами душой. Итак, мы начинаем. Позвольте, я передаю первое слово, Ефим Анатольевич, вам. Собственно говоря, некая прелюдия к той презентации, которая сегодня у нас проходит, состоялась в ряде встреч, которые мы проводили не так давно. Но вы уже как-то упоминали о работе, которая завершена. И сегодня мы с большим удовольствием готовы ее представить широкой аудитории. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле для меня сегодня действительно очень радостный день. И я необычайно признателен своему соавтору Михаилу Басханову, потому что этот человек с совершенно уникальной квалификацией. Без него такого рода проект просто не реализовать. Есть достаточно специальная область, которая называется «История русского военного востоковедения». И уникальный специалист в этой области, по существу, едва ли не единственный в России, ведущий, по крайней мере, точно. Это вот Михаил Басханов. И только объединившись с ним, мы смогли, собственно говоря, приступить к такому проекту. Несколько коротких, очень вводных слов. Несколько вводных, очень коротких слов. Значительная часть XIX века была отмечена очень острым противостоянием между Великобританией и Россией, которая известна под названием «The Great Game» – «Большая игра». Последним актом этой большой игры стал северный район Китая, Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Сейчас тогда это называлось Казгаре, Китайский Туркестан, Восточный Туркестан. И для участников событий той поры значение вот этой территории по целому ряду составляющих было так велико, что их соотечественники, что у нас в России, что в Великобритании, относились к этим сложнейшим путешествиям туда приблизительно как к полетам в космос советским и американским во второй половине века XX. Все знали имена вот этих людей, точно так же, как мы знаем, скажем, имя Пржевальского. И это было, конечно же, военно-политическое противостояние, но оно сопровождалось, как сейчас говорят, археологической гонкой и научной гонкой. И было в результате вот такой очень организованной работы двух сторон в научных коллекциях, в архивах, в библиотеках. Оказались собраны потрясающие совершенно материалы по истории этого края, без которого, собственно говоря, без реконструкции истории, которого вообще невозможно реконструировать историю Азии, как потом выяснилось. Еще один очень важный момент на протяжении многих и многих десятилетий. Наши британские коллеги последовательно издают свои архивы, посвященные Востоку. Эти книги доступны в ведущих библиотеках мира, они на английском языке. А мы фактически ничего не публикуем. Мало того, что по-русски, значит, к огромному сожалению, аудитория русская все-таки падает. Число людей, которые читают по-русски, по крайней мере, уж точно не растет. А получается так, что тысячи ученых, которые занимаются историей Востока и Ближнего, и Среднего, и Дальнего в XIX – начале XX века, они видят эту историю через английские глаза, английскими глазами. В то время как в России есть свои потрясающие коллекции, причем которые не только, скажем, повторяют или как бы дополняют, английские, аналогичные, но и восполняют лакуны, которые так или иначе англичане оставили. И вот наша книжка как раз и восполняет такую лакуну. Дело в том, что в Музее антропологии и этнографии хранится очень интересная фотоколлекция, авторы которых два человека. Это Николай Федорович Петровский, генеральный консул России в Кашгаре и секретарь посольства Яков Лютш. Ну что ж, это, собственно говоря, то, что я хотел сказать вначале, и теперь позвольте передать слово Михаилу Басхану. Прошу вас, пожалуйста, Михаил Казбертович. Прежде всего, я хотел бы выразить свою благодарность информационному агентству ТАСС за предоставленную возможность выступить и сообщить немного о нашей книге, о проекте. И поскольку этот большой проект завершен, я хотел бы одновременно поблагодарить и руководство и сотрудников Кунсткамеры, Санкт-Петербургского музея исламской культуры, редакцию издательства «Нестор Историю» и всем тем, кто помогал нам в работе над книгой, нашим российским и британским коллегам. Проект оказался очень ёмким, очень непростым, непростым в плане технологий, в плане применённых в нём методик и информации. Но проект, который доставил большую радость при работе и радость общения, особенно с таким крупным нашим специалистом и исследователем Востока, каким является Ефим Анатольевич. Конечно, он был, безусловно, двигателем всего этого проекта. И я помню те дни, когда мы были на тюркологической конференции в Стамбуле и сидели пили чай с видом на Босфор. И совершенно внезапно родилась такая мысль, что мы ещё слишком мало знаем наше отечественное присутствие в странах Востока, его визуальный образ, его малоизвестные страницы. И тогда родилась идея издать совершенно уникальный, я здесь согласен с Ефим Анатольевичем, совершенно уникальный фотоархив двух известных российских дипломатов и востоковедов, который долгое время оставался не только недоступным, а вообще неизвестным. Он, в принципе, был введён, как бы и каталогизирован в период работы над книгой. В чём особенность этого проекта? Дело в том, что мы не только имеем дело с уникальным массивом фотографий, это порядка 250 уникальных снимков, которые относятся к различным отраслям жизни населения Восточного Туркестана или Китайского Туркестана. Они показывают его этнографию, его социальную жизнь, его бытовую сторону, традиции, обычаи, очень уникальную и своеобразную архитектуру края и так далее. То есть, на самом деле, список сюжетов, он бесконечен в этой коллекции. В этом смысле она, безусловно, привлечёт внимание как специалистов различных отраслевых, так и в целом она будет интересна читающей публике. И специфика этой коллекции ещё заключается в том, что фактически это первая российская фотоколлекция этого удалённого региона Китая, который в силу исторических причин является широко известным в мире, он привлекает внимание научной общественности, академического мира, политиков и так далее. На самом деле регион очень непростой. Так вот, первый русский образ этого региона, он возникает и формируется как раз-таки на основе фотографий, которые составили Людж и Петровский. И когда мы работали над проектом и приступили к обработке самих фотографий, к анализу состава коллекции и так далее, вдруг совершенно неожиданно обнаружилось совершенно новое измерение проекта, к чему, в общем-то, мы не были готовы изначально. И это новое измерение потребовало переформатировать проект, внести какие-то новые подходы и совершенно приступить к совершенно поиску новых материалов и найти какие-то ответы. Дело в том, что второй частью, если мы говорим о значимости этих фотоколлекций, второй частью и вторым элементом значимости является то, что среди фотографий обнаружились совершенно уникальные снимки. Уникальные снимки иностранцев, существование которых, в принципе, неизвестно не только в России, но и неизвестно, допустим, вот здесь, на Западе, в Великобритании, где тема большой игры и тема британских географических исследований в Центральной Азии, она довольно разработана, широко представлена и вовлечено большое количество исследователей в эту тему. Но, тем не менее, эти снимки, их немного, их всего четыре или пять, но они оказались принципиальными, ключевыми для того, чтобы мы внесли существенные корректировки в проект, и откуда возникла идея связать фотоколлекцию не только с китайским Туркестаном, не только с Кашгаром, но и связать еще с событиями большой игры, то есть с событиями англо-русского соперничества в регионе Центральной Азии. Таким образом, у нас как бы сугубо фотографическая тематика, тема истории фотографирования, история фотографической презентации китайского Туркестана, она наложилась на тему большой игры. Дело в том, что среди фотографий, которые предположительно сделал Яков Яковлевич Людж, оказались четыре уникальных снимка. Это групповой снимок Фрэнсиса Янхасбанта, известного британского участника как раз-таки этих событий большой игры. В последующем именно этот человек отвечал за британское вторжение в Тибет. Это крупный востоковед, крупный исследователь, знаток востока. В 20-х годах он возглавлял Королевское географическое общество. Одним словом, это масштабная фигура. И его участие в событиях, в частности, Памирского кризиса, в событиях пограничного размежевания в Центральной Азии, оно было ключевым. Вместе с ним также на снимке оказался ряд других сотрудников, сотрудников, которые находились в секретной миссии. Это сотрудники разведывательного управления штаба индо-британской армии. И в том числе оказался тогда еще переводчик. В последующем это очень известный тоже деятель, британский деятель в китайском Туркестане, генеральный консул Джордж Маккартни. Снимок уникальный. И впервые, как это ни странно, этот снимок был обнаружен Патриком Френчем. Это у нас довольно известный исследователь. Он издал биографию о «Янг Хасбанта». Она одна из, кстати, серьезнейших работ. Очень взвешенная, очень насыщенная фактами. И там имеется одна фотография. Я не знаю, видно это или нет. Михаил Казахович, немножко подальше от экрана бликует изображение. Бликует, да. Но так, пожалуй, тоже не очень ярко. Там факт по публикации этой фотографии. И вот точно такую же фотографию мы обнаружили в составе коллекции. И дальнейший анализ привел нас к выводу, что эта фотография сделана как раз-таки Людшин. Но Патрик Френч, обнаружив эту фотографию в британской библиотеке, он, естественно, не знал об этом. Теперь мы уже знаем, что эта фотография имеет русское происхождение. Среди других фотографий также оказались очень интересные личности. Ну, кроме Маккартни, там есть его отдельный портрет, о котором я уже сказал. Также оказалось еще и портрет известного очень военного деятеля. Это тогда он был лейтенант Гамилтон Бауэр. И ему принадлежит заслуга в открытии уникального, совершенно уникальной рукописи, которая получила название имени Бауэра. Манускрипт Бауэра. Это текст традиционной индийской медицины Аюрверда 4-6 веков и написанная на письменности Гупта Брахме. То есть это совершенно уникальный памятник, один из первых ранних письменных памятников, который сохранился для науки. И, соответственно, обнаружение этих фотографий привело к убеждению, что надо дать какой-то исторический фон. Как эти люди оказались все вместе. Да, и специфика еще фотоколлекции Людша и Петровского заключается в том, что они на самом деле зафиксировали достаточно короткий промежуток времени. То есть они были созданы в начале 90-х годов. Может быть, некоторые фотографии чуть раньше, но основной массив приходится на начало 90-х годов. То есть на пик, я бы сказал, большой игры в Центральной Азии. То есть это были события, связанные со вторым витком англо-русского соперничества в Центральной Азии. Первый, как известно, был это событие, связанное с государством Якуббека 1865-1878 годов. Очень интересный сюжет. Затем наступила некая пауза. Пока вот в конце 80-х, начале 90-х годов разыгрывается как бы новая драма на границе пустыни Такламакан, окраин Тибета, Гендукуша, Памира. И мы, к сожалению, имеем достаточно неполную картину этих событий, потому что наши исследования, российские исследования, они в основном основываются на российских документах, что, в общем-то, естественно, поскольку национальные архивы позволяют достаточно детально воспроизвести картину событий. Но картина эта далеко не полная. То есть потребовалось как бы восстановить еще и британскую часть этого соперничества, восстановить отдельные детали. И в итоге получилась, на мой взгляд, некая сбалансированная картина, что происходило в период создания этих замечательных фотоколлекций. Были обнаружены совершенно уникальные эпизоды, уникальные факты, поскольку Памирский кризис, он фактически сопровождался, то есть он проходил на фоне отсутствия каких-то юридического статуса Памира. То есть статус Памира определялся по ходу развития событий. Он определялся дипломатией, он определялся военными и так далее. Так вот, допустим, известный сюжет, когда два британских офицера, в том числе сам Янг Хасбанд и лейтенант Тейвисон, они были, ну, не арестованы, скажем так, а задержаны на Памире отрядом полковника Ионова, который проводил как бы первую масштабную рекогностировку Памира в 1891 году, и фактически он водрузил русское знамя над Памиром. Так вот, это задержание, оно представлено как совершенно как бы естественный акт задержания британских офицеров. Понятно, что с ними обошлись очень культурно, очень как бы вежливо, но, тем не менее, факт задержания, это был очень серьезный удар по престижу британского влияния в Центральной Азии. А о престиже заботились обе империи, и Российская империя, и Британская, потому что на престиже в основном в Азии и держалась власть империи. Так вот, документы раскрыли такую интересную деталь, что, оказывается, русской дипломатии пришлось извиняться за это задержание. Факт этот нигде не проходил, поскольку, как показали документы, была некая договоренность между Российским министерством иностранных дел и Фарин офисом, чтобы не обнародовать факт принесения извинений британской стороне за неправильное задержание. И когда министр иностранных дел России выразил в письменном виде это извинение, то на это он получил санкцию императора Александра III, то есть прямую санкцию. Другие интересные подробности всплывали по ходу обработки документов в связи с этим проектом. Это неожиданный аспект отношений самих участников между собой вот этой большой игры. Да, это было серьезное и ожесточенное противостояние. То есть это была игра, игра войны теней, игра без правил, где как бы противники были на самом деле очень жесткие, очень бескомпромиссные, очень устремленные, волевые. Но за этими событиями, которые связаны уже с государством, с престижем государства, с государственной властью, тем не менее стояли люди, конкретные живые люди, и они действовали там, на местах, в очень удаленном регионе. И взаимоотношение этих людей, как людей, оно выпало за кадр исследований. То есть мы никогда не касались темы, а что это были за люди, вот как люди, как личности, что это был за человеческий материал. И мы выяснили, что эти отношения не всегда были конфронтационными. Да, Янг Хасбанд чуть не погубил нашего Громчевского, направив его по совершенно ложному пути, где чуть не погибла его вся экспедиция, и сам Громчевский. Да, это было. Николай Федорович Петровский, добрейший наш человек, организовал, скажем так, вежливее, перехват британских писем. За три русских рубля ему удавалось перехватывать секретную британскую корреспонденцию. То есть разных таких вещей, которые всплывали в документах, их на самом деле очень много. Или Петровский, который подсылал своих агентов следить за британцами или пристраивал их на работу уже потом к британскому политическому агенту Кажгаре Маккартне. То есть все это было. Или там капитан Громчевский, интересовавшийся у Янг Хасбанта возможностью перейти на британскую службу. Тоже факт как бы исключительный, потому что нам до этого не было известно, что Громчевский зондировал почву как бы перейти на сторону ну скажем так противника нашего. И вся эта совокупность информации она была настолько уникальна, настолько нова, что мы ее вводили, мы ее накладывали на визуальный ряд. Это была крайне интересная работа и она была творческой действительно во всех отношениях и я действительно очень благодарен Ефиму Анатольевичу, что у нас был выработан такой маленький коллектив, который понимал друг друга уже потом с полуслова. Даже можно было уже какие-то вещи не объяснять и не рассказывать. Что касается большой игры и вот судьбы этих фотоколлекций, то мне здесь вспоминается одна мысль, которую Ефим Анатольевич высказал на одной из презентаций, что мы должны быть счастливы тому обстоятельству историческому, что у нас был такой сильный противник. Я очень хорошо запомнил эту его фразу. Это действительно так, потому что в Азии нам противостоял не только бескомпромиссный и где-то даже жестокий противник, но это был очень высокоинтеллектуальный, очень организованный, очень культурный противник. И мы на самом деле очень многому научились у него, очень многому. Мы научились постановке системы изучения сопредельных стран, которые лежали, допустим, по ту сторону Пуркестанского края. Мы много взяли у британцев в организации системы разведки, в организации информационного обеспечения своей оборонной и внешней политики. То есть было очень много на самом деле, что мы взяли у них. Но было бы совершенно неправильно говорить, что это был односторонний процесс, что это был просто процесс одностороннего заимствования у противника сильного. На самом деле был и обратный процесс. Англичане очень внимательно следили за нашими действиями в Центральной Азии, за нашими путешествиями, за нашим изучением, за тем огромным информационным архивом, который мы накапливали в ходе изучения Центральной Азии. Поэтому они очень много взяли для организации крупных экспедиций в Центральной Азии, поскольку они внимательно изучали экспедиции Пржевальского, его опыт, его экспедиционные технологии, соответственно, это все было использовано. Они очень внимательно следили за русским картографированием Центральной Азии, в котором, конечно, мы, безусловно, лидировали, потому что в отличие от, скажем так, практического британского картографирования Центральной Азии, мы все-таки вели более фундаментально, ставили постановку картографирования, то есть мы занимались определением и астрономических пунктов, и нанесением преангуляционной сети, и так далее. То есть эти все элементы британцы использовали. Кстати, первая карта, рабочая карта, которая была у британцев Памира, это была русская, карта Туркестанского военно-топографического отдела, и только спустя 5-6 лет после работы совместной разночительной русско-английской комиссии на Памире появилась первая британская карта Памира, военная карта. То есть на самом деле и они взяли очень много от нас, это был такой... Спасибо. Михаил Казбекович, извините, пожалуйста, действительно, те сведения, которые вы приводите, необыкновенный интересный, это просто вот основа для сюжета большого-большого сериала, как я себе представляю, когда вас слушал с большим интересом. Я предлагаю все-таки вернуться к книге и немножко подробнее рассказать, что же особенно следует выделить, как организована прежде всего книга. Я уже очень коротко. Значит, дорогие друзья, каждая фотография сопровождается текстами. Текстами работ русских и английских, путешественников, дипломатов, офицеров, непосредственно относящихся к сюжету фотографии. И таким образом, с моей точки зрения, у нас получилась, в общем-то, такая своеобразная энциклопедия вот Кашгарии этого периода. Что очень важно, например, для меня лично. В 2008 году я был в экспедиции там. И вот если бы в тот момент я обладал той информацией, которая у нас сейчас есть в этой книге, я бы совсем иначе относился к тем древностям исламским, которые мы проезжали, которые мы фотографировали, которые мы видели. Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас территория Сизянь-Уйгурского автономного района вновь является местом, в общем, достаточно острого соперничества на этот раз между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Идет очень острая информационная война, направленная против КНР относительно лагерей. Я думаю, что достаточно набрать Синьцзянь, и тут же, к сожалению, в интернете появятся не сюжеты, связанные с историей, культурой, памятниками, а именно сюжеты вот эти. я как человек, который, бывший там и видевший все это воочию и беседовавшийся религиозными деятелями, бравший у них интервью, я готов засвидетельствовать, что 99,99 все это пропаганда значит, но тем не менее проблемы какие-то есть, они их не может не быть в силу исторических обстоятельств, которые тоже так или иначе затронуты у нас в этой книжке, и то, что, например, в Сирии воюют, скажем, уйгуры, джихадисты, это говорит о том, что не все так гладко, ну, я могу сказать, что и у нас из Дагестана и из Тични, там, к огромному сожалению, молодые люди воюют. Одно обстоятельство еще хотел сказать, вот мы проводили здесь пресс-конференцию летом, весной вернее, где я рассказывал о том, что готовится подписание договора с Национальной библиотекой Катара об издании серии книг. Эта книжка, которую мы вам представляем, это первая, она сделала, это совместный проект Петербургской кунсткамеры и музея исламской культуры Петербургского, но, и она не попала вот в эту серию просто потому, что идея серии появилась уже, когда больше половины книжки нашей, это уже было готово. Вот, но мы очень надеемся, что благодаря взаимодействуя с нашими партнерами в очень, в нескольких арабских странах, и может быть на Западе, мы сможем пускай не в таком объеме, не так организованно, как это делали на протяжении десятилетий наши британские коллеги, но все-таки начать вводить в оборот уникальные русские материалы и дать нашим коллегам, работающим в интересующих областях, связанных с новейшей историей арабских стран Среднего и Дальнего Востока, русский взгляд на те проблемы, которыми они занимаются. Спасибо. Михаил Казбекович, есть еще что-то добавить в отношении книги? Просто одно короткое замечание. Самое доступное сейчас то, что мы видим, это обложка книги. Это совершенно уникальная фотография, фотография, на которой изображен консул Петровский в момент передачи земельного участка под памятник выдающемуся баварскому исследователю Центральной Азии Адольфу Шлагентвейпу, который был предательски убит в Кашгаре в 1857 году. Так вот, это личная инициатива Петровского, это несколько лет его напряженного труда, переписки с МИДом, споров с китайской администрацией в Кашгаре, переписка с русским посольством в Пекине, подключение германского посла и так далее. Тем не менее, ему удалось этот проект реализовать. Здесь только запечатлен факт передачи земли, а через два года там будет сделан совершенно как бы уникальный исторический памятник, который не дожил до наших дней. Так вот, специфик этой фотографии еще и в том, что вы можете видеть, там стоит русский казачий конвой, русское национальное знамя на ветру развивается. Простите, пожалуйста, Алексей, можем ли мы показать поближе, чтобы коллеги видели эту фотографию? Есть ли такая возможность? Спасибо. Простите, пожалуйста, что я вас прерывала. Да, да. И специфика ее в том, что на самом деле это, пожалуй, первый памятник европейцу на китайской земле. И к этому памятнику приложили руку сердце и разум наши соотечественники. Это очень важный момент. Спасибо. Если позволите, несколько вопросов. Все-таки тираж этой книги есть ли всего? Всего. Значит, книжка дорогая на самом деле. Да, мы исходили в том числе из финансовых возможностей как бы наших. Но я очень надеюсь, на самом деле это пятнадцатая книга, которой я причастен, автором которой, вот здесь соавтором являюсь. Я могу сказать, что ни одна из этих книг, из этих пятнадцати не вызывала такого интереса еще на этапе предвыхода в свет. И мне это необычайно приятно. на самом деле, если я так думаю, что если тиража не хватит, так с помощью современных технологий нет никакой большой проблемы допечатать. Но кроме всего прочего, существует еще, я так вообще предпочитаю сейчас электронные версии, потому что книжки просто негде хранить уже. Значит, соответственно, я больше чем уверен, что значительная часть наших будущих читателей будут видеть и фотографии, и читать тексты с экрана, скорее всего. Я как раз и хотела отметить для доступности для библиотек и для того, чтобы российский взгляд был как можно шире представлен. 300 экземпляров это, конечно, очень небольшой цираж. Я могу сказать, что, во-первых, существует официальная рассылка, и все крупнейшие российские библиотеки будут охвачены здесь. Кроме того прочего, мы сами со своей стороны те научные центры, которые российские, которые не попадают в этот список рассылки, мы туда книжки подарим, и, насколько я знаю, Михаил собирается разослать книгу в профильные британские центры и в Швецию. Короче говоря, значительная часть тиража пойдет в подарок собственно говоря, но для нас книжка для чего нужна? Я понимаю, что есть некий книжный бизнес, и люди живут. Они о бизнесе, мы как раз... Для нас важно, чтобы книжку читали, и мы со своей стороны, вместе с Михаилом, и вместе с музеем исламской культуры сделаем все, чтобы по возможности эта книжка была доступна всем тем, кому она интересна. Спасибо. Если продолжать тему представления российского взгляда на исторические события, скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-то прикидки, возможно, есть точное понимание, какое количество коллекций в дальнейшем будут представлены, явлены миру и представлены и войдут не просто в научный оборот, но и для широкой аудитории. Ну вот я отвечу, и, наверное, дополнит меня Михаил, на самом деле ситуация такая, что наших жизней точно не хватит для того, чтобы вести вот эти... То есть счет идет не на десятки? Речь идет о сотнях на самом деле, книг и серий книг, да, то есть если бы вот моя мечта вот в рамках Музея Исламской Культуры сделать некое такое подразделение по существу небольшой научно-исследовательский институт, который бы вот готовил целенаправленно вот такого рода издания. Не знаю, получится или нет. У нас даст Бог, значит, будет у нас форум, да, культурный осенью. Если все будет хорошо, то мы с Катурской Национальной Библиотекой подписываем уже обязывающий договор на издание и там будет упомянуто, я отчетливо знаю, что фотоколлекция русского дипломата и русского разведчика Адамова, который работал в Иране и в Османской Турции. Просто мы на самом деле сейчас берем те материалы, с которыми мы уже работали, с которыми проще. Вот их сейчас проще немножечко доделать, не качать, не начинать работу сначала. Но поверьте мне, что нас ждут здесь. я просто не хочу, я уже знаю, но не хочу интригу сохранить, в том числе для следующих наших встреч. Будут совершенно фантастические находки. И я хотел бы сказать, что сюжеты такие, что не один сериал Netflix, а 50. и очень жаль, что на самом деле, опять же, в Великобритании и в Соединенных Штатах люди умеют делать фильмы про своих героев. А мы, к огромному сожалению, этому пока, с моей точки зрения, так и не научились. Михаил, добавите что-нибудь? Да, я добавлю, опять же, вспомнив вашу мысль интересную, высказанную достаточно давно, что мы в России, располагая такими выдающимися деятелями, выдающимися персонажами, как, к примеру, Пржевальский или Корнилов, при этом мы не имеем героев, такие, допустим, как Лоренс Аравийский здесь, например, то есть те герои, которые вошли уже в кинематограф, они вошли в живопись, они вошли в какую-то даже бытовую культуру, и это на самом деле очень сильно укрепляет позиции той же самой британской культуры, истории и британского престижа, поэтому это на самом деле очень серьезный вопрос, который Ефим Анатольевич поднял, и я думаю, что это будет очень интересно. Я бы еще добавил, что касается книги. Книга на самом деле двуязычная, то есть она, это две книги в одной, это русский текст и британский текст, то есть английский текст, который в общем выполнен на очень высоком уровне, он специально делался для того, чтобы в академическом мире книга была воспринята совершенно как бы адекватно, правильно, на равных, то есть там в общем книга подготовлена и она адаптирована для британского читателя, адаптирована я имею ввиду в плане качества языка, в плане оформления и в общем культуры подачи текста и так далее, это очень важный момент тоже на самом деле, я думаю, что она будет очень как бы востребована и здесь на Западе. Спасибо. Ну что ж, уважаемые наши гости, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции, позвольте на этом закончить нашу встречу, поблагодарить вас за этот очень интересный разговор. Я не сомневаюсь, что он будет продолжен и у меня появилось просто несколько идей, которым я готова буду Ефим Анатольевич с вами обменяться. С тем, чтобы мы могли эту тему продолжить пока еще может быть на стадии ваших исследований. Благодарю вас, Михаил Казбекович. Будем с удовольствием рады видеть вас в Петербурге, если такая возможность найдется. Сейчас я очень рада, что никакие границы, никакие расстояния нам не являются препятствием. благодарим вас, уважаемые коллеги. На этом заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Пожалуйста, следите за нашими сообщениями, за нашими анонсами. Всего доброго, до свидания. До свидания.